МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На МТВ время новостей в студии Инна Емельянова. Здравствуйте! В этом выпуске мои коллеги и я расскажем, как Волгоград встретил первый снегопад, чем грозит несоблюдение правил дорожного движения зимой, чье имя теперь гордо носит кадетский класс 93-й школы. Почему неправильно припаркованный автомобиль может привести к мусорному коллапсу? Как украсили площадь у Дворца культуры Тракторозаводского района? А также покажем самые интересные и яркие моменты дня в Волгоградской области на выставке в форуме «Россия» на ВДНХ. Сразу после начала снегопада в Волгограде на обработку проезжей части вышли свыше 50 единиц дорожно-коммунальной техники. Работы организованы во всех районах города. Пешеходные зоны, тротуары, остановки общественного транспорта также очищают от снега и обрабатывают противогололедными материалами. Механизированную обработку автомобильных проездов ведут рабочие МБУ «Северная» и МУП «ДСР» советского района Волгограда. Комбинированные дорожные машины наносят реагент на проезжую часть. Это препятствует образованию снежного наката. Обработка идет реагентом, как и песко-соляной смесью, так же и бешофитом. Внутри дворовые улицы ответственность за их уборку представляют управляющие компании. Если с увеличением снегопада каких-то либо еще изменений, то количество единиц техники будет увеличиваться. В случае некачественной уборки внутри дворовых проездов и тротуаров волгоградцы должны обратиться в муниципальную жилищную инспекцию. Специалисты призывают быть аккуратными и бдительными на дорогах. Нельзя забывать про дистанцию, необходимо избегать маневров с резким торможением. В этом году парк муниципальных предприятий пополнили 60 единиц специализированной техники из 90 закупленных, включая экскаваторы и катки, а также комбинированные и подметательные дорожные машины, тракторы и автогрейдеры, предназначенные для работ в зимний период. Часть из них уже вышла на обслуживание городских магистралей. Большая часть коммунальной техники работает на экологичном газомоторном топливе. Это самая масштабная единовременная закупка дорожной техники для Волгограда. Остальные три десятка машин спецтехники передадут администрации Волгограда в первом квартале 2024 года. За счет муниципальных средств закупили еще 14 спецмашин. Часть техники передадут в организации, которые занимаются дорожными работами в городе. Другую будут использовать районные администрации для уборки общественных пространств. Наличие такой техники позволит поддерживать порядок в городе. Непогода накрыла практически всю область, метет повсюду. В Дубовском районе сотрудники отдела МВД России напомнили автомобилистам об особенностях движения в зимний период. В акции приняли участие полицейские, сотрудники УПРДОР Москва-Волгоград и представители областного кабинетета транспорта и дорожного хозяйства. Место проведения мероприятия – участок федеральной трассы Сызрань-Саратов-Волгоград. Аварии здесь случаются часто, некоторые со смертельным исходом. Последнее произошло 8 декабря. Водитель при выезде на полосу встречного движения грубо нарушил правила дорожного движения, в результате чего погибло двое граждан. В данный момент возбуждено уголовное дело на предполагаемого виновника, проводится расследование. Во время снегопадов и метелей водители должны быть готовы к ухудшению видимости и выбирать скорость движения, исходя из дорожной обстановки, особенно на участках с поворотами, спусками и подъемами. Сегодня мы напомнили водителям о соблюдении правил дорожного движения, особенностях вождения в зимний период, также о соблюдении скоростного режима выезда на встречную полосу движения. В темное время суток следует обращать особое внимание на обочины, по которым нередко двигаются пешеходы, и середину проезжей части, где также могут стоять пешеходы. Необходимо чаще останавливаться, соблюдать скоростной режим, соблюдать режим отдыха и труда, чтобы не снижалась концентрация внимания. Всем водителям вручили тематические памятки с рекомендациями и местами придорожного сервиса на федеральных трассах. Тысячи россиян стали участниками мероприятий в рамках Дня Волгоградской области на выставке в форуме «Россия в столице нашей Родины». В нескольких павильонах ВДНХ и на стенде региона работали десятки интерактивных площадок. Главная цель – познакомить жителей нашей страны и гостей из зарубежных стран с легендарной, самобытной и гостеприимной Волгоградской областью. Достижениями, историями, традициями, культурой и, главное, ее талантливыми людьми. Масштабная программа Дня региона началась с выступления губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В год 80-летия Сталинградской победы, именно в день Конституции Российской Федерации, на уникальной выставке достижений России, Волгоградской области доверено право представлять величие нашего Отечества, мощь и силу России, ее многонационального народа. Через реализацию масштабных, амбициозных планов и проектов развития Волгоградской области. Результаты труда народов, проживающих на нашей земле, в мире и согласии на протяжении веков. Стенд нашего региона посетил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Особое внимание в программе заняли проекты, связанные с молодежью. Именно новому поколению предстоит укреплять лидерство России. Выступление уникального для страны детского симфонического оркестра, торжественное вручение паспортов, открытый урок разговора о важном от Андрея Бочарова, подписание соглашений, знаменитые гости, образовательные форумы, выставка социально значимых проектов, мастерские, панельная дискуссия «Волгоград. Столица общественной дипломатии» – малая часть событий, которые прошли 12 декабря. Андрей Бочаров отметил, что проведение выставки форума «Россия» привлечет больше гостей в регион. Рост турпотока в Волгоградской области ставит перед регионом новые задачи, в том числе по развитию инфраструктуры гостеприимства, разработки самых разнообразных предложений, чтобы каждый мог найти для себя в регионе отдых по душе и по своим возможностям. Андрей Бочаров рассказал о планах развития острова Сарпинский. Развитие инфраструктуры, реализация проектов развития в ключевых отраслях и социальной сфере уже дает результат, подчеркнул губернатор в общении с журналистами. Экономика растет. Мы видим, валовый региональный продукт в этом году ориентировочно может приблизиться к 1 триллиону 250 миллиардов рублей. Для нас это очень серьезное достижение. И мы считаем это очень важным. По всем основным экономическим показателям индексом промышленного производства в сельском хозяйстве мы везде получаем плюс. Для нас тоже это важно. Опять же, несмотря на все сложности. Поэтому видим хорошую перспективу, реализуем крупнейшие проекты в интересах России и интересах Волгоградской области. Они будут все реализованы. В разговоре с журналистами Андрей Бочаров также поделился впечатлениями от выставки в целом. Выставка открыта и доступна любому человеку, который имеет возможность прийти сюда и посмотреть на вот это величие нашей страны. Поэтому еще раз скажу. Я скажу спасибо тем, кто организовал эту выставку. Спасибо президенту, что он дал возможность здесь все создать и в одном месте увидеть нашу страну и посмотреть на планы развития. Они амбициозные, грандиозные и великие. Ну, на самом деле, такие должны быть планы у великого государства. Таким является наша Родина, Россия. Регион продолжит работу на выставке в форуме «Россия» до 12 апреля 2024 года. За это время на стенде сменятся пять тематических блоков. Сразу после дня региона уже на этой неделе вниманию посетителей представят достижения в Волгоградской промышленности. Седьмому кадетскому классу общеобразовательной школы номер 93 Советского района Волгограда присвоено почетное имя героя Российской Федерации Алексея Нагина. Уроженец города-героя на Волге профессиональный военнослужащий погиб, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции. На торжественной церемонии присвоения классу имени героя побывала наша съемочная группа. В 93-й школе Волгограда пять кадетских классов, четыре общевойсковых и один пограничный класс ФСБ России. Юные кадеты помимо учебы и творческой жизни изучают военную, строевую, огневую, медицинскую и тактическую подготовку. Звание Героя России кадетскому классу учебного учреждения присваивается впервые. Мы рады, что именно нам присвоили это звание. Нам множество раз рассказывали об этом Героя. Мы знаем его историю, знаем все его подвиги, сколько ему званий присвоили. Это очень важно помнить о тех людях, которые отдали свои жизни за нас, за наше мирное небо над головой. Мы всегда должны отдавать честь этим людям, никогда не должны не забывать об этом и гордиться тем, что на нашей земле есть такие люди. Активные, озорные, дружные и интересующиеся. Эти ребята такие же, как и их сверстники. Они любят свою малую родину и страну, готовы прийти на помощь тем, кому она необходима и бережно хранят память о героях прошлого и настоящего. Это один из основных аспектов патриотической работы, которую проводят с ребятами. Оформирование такого бережного, аккуратного отношения к культурному наследию нашего города Героя Волгограда, а через это отношение и любви к нашей Родине, к нашему народу. Я думаю, что воспитание сострадания и уважения, любви к людям – это самое главное. В 2022 году учащиеся 7-го кадетского класса имени Алексея Нагина стали победителями традиционного конкурса строя и песни, посвященного Сталинградской победе. Ребята – активные участники городских патриотических мероприятий, они регулярно посещают места боевой славы и общаются с ветеранами. Класс, который представлен имени Героя Россия Нагина, заслуживает это звание по всем параметрам, потому что на сегодняшний день это один из самых лучших классов. Я всегда им говорил, что самая главная моя задача – воспитать хорошего человека. А какую вы профессию выберете, военную и невоенную, это вам уже решают. Самое главное – помнить о своем учителе, который вам дал путевку, жизнь и профессию, Родину защищать. На торжественной церемонии присвоения классу имени Героя Алексея Нагина к школьникам обратились родители павшего бойца. Они рассказали о том, каким рос их сын, почему решил стать военнослужащим и какими качествами обладал. О боевом пути Алексея Нагина, его подвиги рассказал боевой товарищ. Присутствовал на церемонии участник Великой Отечественной войны Александр Васильевич Митков. Ребятам дали главное напутствие – своими поступками быть достойными памяти героев страны. Чтобы героя помнили, чтобы его не забывали о его подвиге и о его важном поступке. Мы подготавливали рефериаты, запоминали, смотрели его биографию. Мне кажется, он является примером для подрастающего поколения, и на него нужно равняться. Алексей Нагин – уроженец хутора Вертячий городищенского района. Родился в семье военнослужащих. В службе на благо своей страны решил посвятить жизнь. В его боевой истории и войны в Чечне, Грузии, Сирии и Ливии. Служил в отряде спецназначения ФСБ в Волгограде. Готовил разведчиков в Крыму. В ходе специальной военной операции участвовал в боях за Попасную и Бахмут. Погиб в сентябре 2022 года. Посмертно Алексею Нагину присвоено звание Героя Российской Федерации. В Волгограде в памяти Героя СВО установлен памятник. Его именем также назовут одну из улиц в городе Героя на Волге. Дарья Коломыченко, Александр Шишин. Время новостей. 30 лет на защите прав и свобод граждан. Юбилей со дня принятия главного закона государства отмечают сегодня в России. Знаковый для страны праздник 30 юношам и девушкам, которые отличились в учебе и спорте, вручили паспорта граждан Российской Федерации. Торжественная церемония прошла в триумфальном зале Музея-заповедника «Сталинградская битва». К получению первого в жизни паспорта гражданина России 14-летняя Кира Чатаян готовилась очень тщательно. Переживала, как получится на фотографии. К назначенному дню постаралась выспаться, а в момент спуска затвора камеры быть самой собой. Очень волновалась и получилось все намного лучше, чем я ожидала. Церемония прошла очень волнительно, сидела, ждала замирания сердца этой минуты. Сейчас есть нотка легкости и какой-то радости, что я наконец-то получила такой документ, как паспорт Российской Федерации. За свое фото кадет Евгений Семин не переживал и во время церемонии почти не нервничал. Точно знает, паспорт не только открывает дорогу во взрослую жизнь, но и вместе с тем накладывает большую ответственность. Для меня это было очень волнительно, так как это было впервые в своей стране. Я отношусь очень положительно, я чувствую причастность к ней, я чувствую ее полноценным гражданином. Виктория Брасалина паспорт получала с гордостью. Девушка активно проявляет гражданскую позицию, регулярно участвует в общегородских мероприятиях. В ряды юнормейцев вступила в память о своих предках, защищавших Сталинград. Российский паспорт – еще одно напоминание, что она потомок поколения победителей. Для меня это как большая честь, как минимум, была, потому что с 40 лет наступает полная оптическая ответственность за свои действия, за поступки и все остальное. Конечно, было волнительно. В триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва» паспорта получили 30 школьников. Все они достигли успехов в учебе и спорте. Первым от лица председателя Волгоградской городской думы со знаменательным событием ребят поздравил Геннадий Кузнецов. Я уверен, что вы пронесете звание гражданина Российской Федерации города уверенно, так же, как ваши предки, которые изниматься невозможно сделали возможным, которые смогли доказать всему миру, что мы величайшая нация. Я уверен, что у вас это получится. О новых правах и обязанностях теперь уже полноправным гражданам России рассказали полицейские. Гордость за сегодняшнее мероприятие, радость, торжественность этого момента вы пронесете сквозь всю свою жизнь. И впоследствии, уже получая следующие свои документы, а это первый паспорт для вас, но он, конечно же, не последний, вы будете гордиться этим моментом. Главный документ юные волгоградцы получили в день Конституции. За свою историю основной закон страны прошел тернистый путь развития. Но в списке главных постулатов уже на протяжении 30 лет остаются права и свободы граждан, справедливость, единство и согласие. Вы получаете не только документы. Вы себя отождествляете с большим государством, с великой историей. И особенно важно сейчас, когда наша страна борется за будущее нашей страны, за безопасность государства, за безопасность ваших детей. Важно принимать и не знать свою историю, дать ей. И где бы вы приходились в любой точке мира, вы должны гордиться, когда вы говорите, я гражданин Российской Федерации. В руках у ребят флаг и книжечка в красном переплете с золотым гербом. А впереди целая жизнь. И какой она будет, во многом зависит только от них. Екатерина Кудряшова и Дмитрий Макаров. Время новостей. Сколько денег волгоградцы оставили в кафе? Почему куриные яйца стали золотыми? И какой продукт крайне необходим организму зимой? Далее краткий обзор самых читаемых публикаций нашего информационного портала mtv.online. Дорожают каждую неделю. Генпрокуратура проверит обоснованность роста цен на куриные яйца в Волгограде. Специалисты Роспотребнадзора объяснили волгоградцам, что делать в случае отличия цифр в ценнике и чеке на кассе. Что за звуки напугали жителей Волжского и микрорайона Спартановка? Как волгоградцы смогут сэкономить при оплате воды и отопления в январе 2024 года? Волгоградцам пообещали зрелищный звездопад 14 декабря. В какое время метеоры начнут свой активный пролет над землей? В авиацию пришла после первого путешествия, что известно о волжанке, которая вошла в топ-5 стюардесс мира. По народным приметам, почему 13 декабря супругам нельзя ссориться. Для укрепления иммунитета. Какие продукты просто необходимы организму зимой? Готовимся к празднику правильно. Какими характеристиками обладает хорошая гирлянда? А также, почему волгоградцы стали чаще доверять дизайнерам украшения дома к Новому году? И сколько денег потратили волгоградцы на кафе и рестораны? Об этом и не только читайте на сайте mtv.online. Дорогу мусоровозу. Сотрудники регионального оператора продолжают призывать к сознательности автовладельцев, которые, оставляя свои машины, где попало, мешают проезду спецтехники, увеличивают время вывоза мусора. Сегодня в Волжском представители регоператора вместе с сотрудниками ГИБДД проверили, насколько легко водители мусоровозов могут подъехать к мусорным бакам, а затем выгрузить отходы. Улица Карбышева, 120. Чтобы подъехать к выкатным контейнерам, водитель, как ювелир, рассчитывает путь до миллиметра. Проезжает в притирку к припаркованным авто. Увы, с такой ситуацией сотрудники компании «Экоцентр» сталкиваются почти в каждом дворе. Есть четкий алгоритм у водителя. То есть он выходит из транспорта, фиксирует проблематику, фотографируя это, ну и как бы уезжает на другой адрес, выполняя маршрут. Но ему приходится из-за жалоб возвращаться на эти адреса повторно. То есть мы иногда на один и тот же адрес выезжаем по два-три раза. На вывоз коммунальных отходов отводится считанное время – 5-10 минут, в зависимости от количества баков, на каждой контейнерной площадке. Если проезд недоступен, спецтехника вынуждена двигаться на следующий адрес. Сегодня наша спецтехника не смогла подъехать к контейнеру, забрать мусор. Ломаются маршруты. Если машина вовремя не забирает отходы, идет перенакопление. Тем самым мы видим недовольство самих жителей. Поэтому в первую очередь этот вопрос зависит от нас всех. Водители мусоровозов оставляют на лобовом стекле автовладельцев информационные памятки с просьбой не парковать машины на пути. К решению проблемы подключились автоинспекторы. Парковка возле подъезда. Если стоит знак, запрещающий вывоза мусора, то обязательно водитель должен будет привлекаться к административной ответственности. Акцию «Уступи дорогу мусоровозу» региональный оператор начал в областном центре. Но эта проблема актуальна не только для Волгограда. Планирую в перспективе провести данное мероприятие во всех крупных наших городах области. Вполне возможно, что следующее это будет Урюпинск, Камышин и так далее. Это такая, знаете, постоянная работа. Работа с населением в этом направлении, в этом вопросе. Потому что, опять же, это наша с вами культура. Представители регионального оператора просят автовладельцев проявлять сознательность и парковать свои автомобили так, чтобы не создавать препятствий для движения спецтехники и уборки мусора. Ирина Абрамова, Роман Седлецкий. Время новостей. Криминальная хроника. Аффективная постановка на учет иностранных граждан. Кража 600 тысяч рублей в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт с перестрелкой. Сводку происшествий за минувшие сутки представит сотрудник Пресс-службы регионального главка МВД России Яна Маркина. Волгоградские полицейские продолжают выявлять факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. В Центральном районе 72-летняя пенсионерка за денежное вознаграждение фиктивно поставила на учет в своей квартире 11 иностранных граждан, которые фактически проживали в другом месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Калачевском районе задержан подозреваемый в разбойном нападении. Вчера утром в поселке Ильевка 38-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись битой, похитил у менеджера организации более 100 тысяч рублей. Подозреваемый по горячим следам был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело. 9 декабря в баре Волжского между посетителями возник словесный конфликт, который перерос в потасовку. Конфликтующие вышли на улицу, где один из них из травматического пистолета произвел выстрелы в сторону оппонентов. Одна из пуль попала в ногу охранника заведения, который пытался пресечь конфликт. После чего, стрелявшись, в место происшествия скрылся. Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений 24-летнего жителя Средней Ахтубы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Активные приготовления к зимним праздникам продолжаются во всех районах нашего города. Готовятся к Новому году и жители города-герои, и коллективы организаций. На благоустроенной территории у тракторозаводского дворца культуры специалисты смонтировали 15-метровую зеленую красавицу. Сегодня сотрудники районного МБУ ЖКХ приступили к ее оформлению. На елку увешивают гигантские шары, чуть позже к ним добавится световое оформление. Рядом с лесной красавицей установят новогодние скульптуры. Будем ставить фигуры. Чуть позже, после 20-го числа, большая фигура с оленями и санями, так сказать, сюрприз для наших жителей нашего района. Что касается дворца культуры, С сегодняшнего дня мы начинаем наряжать внутренние свои помещения. 20 декабря в 16.00 будет открытие новогодней елки на площади аттракционов поселка Спартановка. Большой хоровод, мы зажигаем огни на этой большой елке. Поэтому, конечно же, мы всех желающих приглашаем. Сразу после выпуска новостей очередной выпуск программы «Парламентский час». В вечернем эфире продолжение российского детективного сериала «Департамент». Специалисты особой службы расследуют преступления по вине сотрудников правоохранительных органов. Смотрите в 18.10 на МТВ 5 и 6 серии фильма. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале mtv.online. Полная коллекция видео на rutub.ru. Не пропустите, главное, подписывайтесь на наш канал в Дзене. На этом пока все. Главные информационные итоги дня подведем, как обычно, ровно в 20.00. Не переключайтесь. Сегодня вечером и завтра днем в Волгограде облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, метель. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 метров в секунду. Днем 8-13 метров в секунду. Порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 10-12 градусов. Днем минус 5-7. Субтитры подогнал «Симон»